Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа «Наша» идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, Щелковская районная больница номер 2 или просто главврач 2-й Щелковской больницы Дмитрий Семенцов. Добрый вечер, Дмитрий Палч. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Мы встречаемся в такое достаточно острое, может быть, уже время, осенний сезон, уже почти зимний. Естественно, обостряются все сезонные болезни, прилетают к нам всякие всевозможные вирусы, в том числе и из других стран. Ну и, естественно, профилактика – это первое дело пока еще. Мы не все заболели, пока эпидпорог у нас не превышен, хотя уже заболеваемость гриппом и ОРВИ началась. Но, тем не менее, главное для нас сейчас – это, конечно, вакцинация, которую мы, естественно, начинаем. Сейчас мы готовим сюжет специальный к эфиру про вакцинацию, но хотелось бы поговорить с вами как со специалистом. Действительно ли все современные вакцины абсолютно безопасны? Потому что я знаю, очень многие жители, очень многие граждане отказываются вакцинироваться. А вдруг что-нибудь не так? Вроде как были случаи, сделал укол и после этого заболел. Вот насколько это актуально сейчас? Современные вакцины – это вакцины, которые проходят длительные этапы клинических исследований, которые доказывают их абсолютную безопасность и эффективность применения в профилактических целях. Тем более, что эти вакцины используются как у детей, так и у беременных женщин. То есть в такой категории больных, где все применяемые лекарственные препараты проходят жесточайший обор с точки зрения безопасности. Да, это вакцины абсолютно безопасные и эффективные в плане предотвращения заболеваний, которые входят в группу ОРВИ и грипп. Давайте тогда сейчас посмотрим сюжет, видеосюжет о том, как проходит вакцинация от гриппа у нас в районе. Потом продолжим наш разговор. Давайте посмотрим. Прививают привычку прививаться. Личный пример жителям решил подать глава Щелковского района. Совместно со своим заместителем по социальным вопросам Юрием Родионовым Алексей Валов посетил Щелковскую районную больницу номер 2, где прошел вакцинацию против гриппа. Грипп очень сложный. Очень сложный. И надо позаботиться о своем здоровье, прийти на прививку и привиться. Вакцинация – процесс безболезненный абсолютно, не влияющий на организм. Он просто дает организму дополнительные возможности защититься аж там, аж один и один. Придите, отвакцинируйтесь. Надо поберечь себя, надо поберечь своих детей, надо поберечь молодое поколение. В этом году вирус птичьего гриппа – одна из основных угроз здоровью, которой стоит опасаться жителям. Также распространены другие типы вируса и ОРВИ. На территории соседа Щелковского района в Мытищих эпид-порог уже превышен. Мы проводим большую информационную работу в Щелковском районе среди образовательных учреждений, родительской общественной, для того, чтобы наши и взрослые, и особенно детки были привиты и как меньше болели в зимний период. В первую очередь пройти вакцинацию рекомендуется детям и жителям старше 60-ти. Также важно быть привитым против вируса при наличии острого хронического заболевания. В районной поликлинике номер 2 вакцинацию прошли более 5000 жителей. Конечно, прививка – дело добровольное. Однако вряд ли кто-то в здравом уме и твердой памяти решит пренебречь своим здоровьем. Небольшой уколчик и совсем не страшно. В этом году уже более 19% жителей Щелковского района сделали прививку против гриппа. Однако этого недостаточно. Чтобы не допустить превышения ПИД-порога в будущем, нужно привить как минимум 40% жителей. Так что не оставайтесь в стороне, позаботьтесь о своем здоровье. Дмитрий Павлович, в репортаже прозвучали такие данные. Кому в первую очередь необходимо вакцинироваться – это дети, люди старшего возраста и люди, страдающие какими-то хроническими заболеваниями. Ну а есть такие показатели, по которым, скажем, нежелательно вакцинироваться? Ну опять же, какие-то категории населения? Значит, категории населения, которым нежелательно вакцинироваться, практически нет. То есть мы говорим о том, что наиболее ослабленные категории населения, у которых велик риск серьезных осложнений гриппа, должны быть, наоборот, вакцинированы. Помимо детей, как уже говорили, а дети вакцинируются с 6 месяцев жизни, это люди старше 60 лет, это люди с иммунодефицитом, это люди, которые страдают серьезными хроническими заболеваниями, обострение которых на фоне гриппа может повлечь к неблагоприятным последствиям. Это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, и сахарный диабет, гипертоническая болезнь. И другая группа населения, это те, которые имеют дело с большим количеством людей, в том числе и больных. Это, в первую очередь, медицинские работники, это работники педагогических учреждений, социальной сферы, это полицейские, это военные. И то, о чем я говорил, это беременные женщины. Вот эти категории населения, которым нужно прививаться в первую очередь. Единственная категория, которой прививаться, наверное, нежелательно, это люди, имеющие индивидуальную непереносимость к вакцинам. Такое тоже встречается, хотя и крайне редко. Если есть такие данные, люди, положим, с поливалентной аллергией на различные препараты и вещества, им, конечно, в этом плане нужно быть осторожным. Спасибо. Еще одна проблема, актуальная для всей страны в целом, но и для нашего региона тоже, это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Понимаю, что вам эта тема близка. Я знаю, вы по специальности кардиолог, поэтому, если можно, вот вкратце о том, как обстоит ситуация с этими заболеваниями у нас в районе, ну и, может быть, в области в целом. Ну, сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания, которые были прозваны чумой 20 века, значит, и это, в общем, название сохраняется и актуально и для 21 века. Это группа заболеваний, которая уносит значимую часть населения, которое, так сказать, и инвалидизируется, и, к сожалению, умирают. У нас в Щелковском районе ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так скажем, требующая достаточно серьезного изучения и дальнейшего совершенствования оказания помощи данной группе населения. Я коротко хотел бы, возможно, рассказать нашим телезрителям о том, как проявляют себя два основных, так скажем, убийцы 20 века из групп сердечно-сосудистых заболеваний, это инфаркт и инсульт. А вообще, вот какая, в чем сходство между ними и какая разница? Да, значит, сходство в том, что в основе этих двух заболеваний лежит атеросклероз. То есть атеросклероз. Если атеросклероз поражает сосуды сердца, так называемые коронарные сосуды, развивается ишемическая болезнь сердца с крайним ее проявлением – острый инфаркт миокарда. Если атеросклероз поражает сосуды головного мозга, то, соответственно, развиваются цербровоскулярные болезни с крайними проявлениями в виде инсульта. Общее – это атеросклероз. Проявления достаточно разные. Но если в двух словах, то коронарный сосуд, пораженный атеросклеротической бляшкой, в один, так сказать, несчастный момент бляшка надрывается, на нее садится тромб, как на любую поврежденную поверхность. И этот тромб либо полностью, либо частично перекрывает кровоток в сосуде, который кровоснабжает непосредственно сердечную мышцу. И развивается либо прединфарктное состояние, либо инфаркт в том случае, когда сосуд полностью перекрыт данным тромбом. Инфаркт – это процесс омертвения участка сердечной мышцы во время перекрытия кровотока. Значит, проявления острого инфаркта миокарда таковы. Почему я хочу сейчас на этом акцентировать внимание? Потому что это должны знать все люди, начиная от, так сказать, молодых людей, у которых есть родственники пожилые, страдающие данными заболеваниями, ну и, соответственно, сами пациенты. Значит, признаки инфаркта миокарда в первую очередь – это боль. Боль, которая локализуется посередине груди, не за грудины, не слева, где у нас принято, так сказать, показывает на сердце, а ровно посередине. Боль давящая, сжимающая, сопровождающаяся холодным потом. Человек бледнеет, испытывает страх смерти. И боль отдает, как говорится, или радиирует, как говорим мы, медики, в левую руку, в челюсть, возможно, в спину. Длительность этой боли должна быть больше 20 минут. И особенно она должна настораживать тогда, когда она появляется у человека либо впервые в жизни, и когда он не знает, что это такое, и часто думает, может быть, это изжога, может быть, это хандрос, и, так сказать, не предпринимает определенных мер в этом направлении. Либо у людей, которым уже знакомы приступы стенокардии, но этот приступ затягивается больше 20 минут. Вот тогда однозначно нужно вызывать скорую помощь, потому что как только возникли данные симптомы, начинает страдать миокард. И как только будет оказана первая помощь данному пациенту, чем раньше будет оказана помощь пациенту, тем больше шансов у него на благоприятный исход. Инсульт проявляет себя по-иному. Инсульт бывает, так сказать, по типу инфаркта при закупорке мозговой артерии, когда отмирает участок мозга, так сказать, большего или меньшего объема. Либо когда происходит кровоизлияние, когда рвется сосуд, происходит кровоизлияние в мозг, тогда развивается геморрагический инсульт. Проявления инсультов различны. Наступает асимметрия лица, которая особенно видна при том, если человека просит улыбнуться, то есть как бы лицо у него перекашивается. Нарушается речь, нарушается движение в руке и ноге в конечностях. Падают силы в одной из конечностей, что определяется при пожимании, положим, руками, двух рук. Возможно интенсивная головная боль при повышенном артериальном давлении и так далее, и так далее, и так далее. При любых симптомах, которые настораживают то, о чем я говорю, либо при каких-то других проявлениях, таких как головокружение, тошнота, рвота, не приносящие облегчение, немедленно нужно больного уложить и вызвать как можно быстрее скорую помощь. Ну вот в подтверждение Ваших слов, что касается инсульта, первых его признаков, на нашем канале идет в данный момент социальный ролик, который напоминает об этих симптомах и о том, что делать в первую очередь. Его показывали буквально перед началом программы, но думаю, что 30 секунд мы еще раз посмотрим, чтобы услышать и увидеть, как это происходит наглядно. Давайте посмотрим. Инсульт может случиться с каждым. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь пациента. Если человеку стало плохо, улыбка стала кривой, перекосило лицо, движение нарушилось, ослабла рука или нога. Афазия, нарушилась речь, не может произнести свое имя. Произошел инсульт, звони, опиши симптомы. Запомни, улыбка, движение, афазия. Решение поможет распознать инсульт. Ну вот, как говорится, пока гром не грянет, но тем не менее мы прекрасно знаем, что легче болезнь предотвратить, чем уже вылечить. Поэтому, естественно, вопрос такой, какая профилактика существует сердечно-сосудистых заболеваний, ну и инфаркты миокарда и инсульты тоже, соответственно. Безусловно, профилактика важнейшая вещь, которая является первичной, есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. Первичная профилактика направлена на предотвращение развития данного заболевания. Вторичная профилактика направлена на уменьшение проявлений заболевания и уменьшение вероятности повтора острых приступов заболевания уже при, так сказать, имеющемся данном заболевании. То, что касается атеросклероза с его проявлениями в виде инфаркта миокарда и шимической болезни сердца, то есть несколько серьезных факторов, серьезных заболеваний, которые усугубляют течение атеросклероза. Первое – это гипертоническая болезнь, болезнь, которую знают практически все, которая диагностируется на основании повышения уровня артериального давления выше 120 на 80 мм втутного столба. Пограничная артериальная гипертензия считается до уровня 140 на 90 мм втутного столба и которая требует постоянного медикаментозного лечения. Я достаточно много лет своей медицинской практике посвятил ведению пациентов с гипертонической болезнью и могу сказать, что основная проблема у наших пациентов-гипертоников – это необходимость убедить их постоянно принимать лекарственные препараты. Очень часто через одного пациента говорят, доктор, ну вот у меня давление 120 на 80 или я привык к давлению 140 на 90, да? Зачем мне принимать препараты при таком давлении? Гипертония – это такой враг, который действует из-под тишка. Многие люди артериального давления, артериальной гипертонии, повышенного артериального давления не чувствуют никак. Не чувствуют никак. И прогноз у таких пациентов хуже, нежели чем у пациентов, которые чувствуют давление. Кто чувствует, тот хотя бы принимает какие-то меры. А часто бывает так, половина людей живет с высоким артериальным давлением, чувствует себя прекрасно и не понимает, зачем он должен принимать лекарственные препараты. Между тем, только жесткий контроль артериального давления позволяет предотвратить так называемое поражение органов мишеней при гипертонии. А органы мишени у нас – это сердце, это головной мозг, это почки, это сосуды низней конечности и так далее. Принципиально важен момент подбора гипотензивной терапии, а это, как правило, несколько лекарственных препаратов на уровне амбулаторного поликлинического отделения или стационарного отделения. И потом жесткий прием лекарственных препаратов, пожизненно, хотя это слово подчас пугает наших пациентов, но только тогда достигается эффект предотвращения тех сосудистых катастроф, о которых мы говорили раньше. Значит, это первый момент. Второй момент, который часто игнорируется, это гиперхолестерин имеет, то есть повышение уровня холестерина в крови. Уровень холестерина определяется как раз, это один из пунктов диспансеризации, который мы проводим, и повышенный уровень холестерина коррегируется как изменением питания, и тем, что пациент придерживается определенной диеты, так и приемом лекарственных препаратов. Но, к сожалению, диета коррегирует холестерин, уровень холестерина максимально лишь на 15%. То есть все равно лекарства какие-то надо принимать? Совершенно верно, совершенно верно. Как правило, коррекция уровня холестерина необходима в большем проценте, это 40, 50, 60% у наших пациентов. Поэтому необходимо добавлять лекарственные препараты. Это препараты из группы статинов, их достаточно много на рынке, они выписываются в том числе и по льготным рецептам. Они абсолютно безопасны, повторяю, абсолютно безопасны и в мире применяются уже более 30 лет. То есть мы имеем возможность наблюдать уже достаточно отдаленные прогнозы у пациентов, которые постоянно принимают статины. И прием одной таблетки в день лекарственного препарата при достижении целевых значений холестерина позволяет предотвратить многие неприятности. Другой момент, что пациенты, которые уже перенесли инфаркт и инсульт, вне зависимости от уровня холестерина, все в 100% случаев должны принимать статины. Даже если холестерин у этих пациентов не повышен, но при этом уровне холестерина они перенесли сосудистую катастрофу, да, и они должны в 100% случаев принимать статины. Это очень важно. Третий момент, это жесткий контроль уровня гликемии, то есть уровня глюкозы крови. Течение ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета имеет гораздо худший прогноз без его лечения, нежели чем у пациентов без сахарного диабета. Есть состояние, которое является преддиабетом, это нарушение толерантности к глюкозе. Это состояние, которое требует проведения простейшего теста, так называемого теста глюкозотолерантного теста. Это простейший тест. Человек принимает 70 грамм глюкозы, измеряется уровень глюкозы в крови до и через 2 часа после. И по этим показаниям мы можем судить, есть ли у человека предрасположенность к диабету или нет. Нужно ли ему переходить на диету уже сейчас, даже не имея диабета, или нет. Значит, лечение диабета включает три основных таких серьезных параметра. Первое – это диета, на которых я сейчас не буду распространяться, но тем не менее, так сказать. Это каждый может узнать. Да, прочитать. Второе – это физические нагрузки. И третье – лекарственные препараты. Вот эти три момента при диагностике сахарного диабета должны применяться. Но чтобы это понять, человек должен обследоваться и сдать уровень гликемии. Третий момент, который очень важен – это отказ от курения. Это в отношении сердечно-сосудистых заболеваний не просто совет, что курить вредно, а каждая выкуренная сигарета вызывает сосудистый спазм. Каждая выкуренная сигарета, который может привести к надрыву бляшки и к развитию той самой катастрофы, о которой мы говорим. Помимо возрастания риска онкозаболеваний и так далее, при сердечно-сосудистых заболеваниях курящий человек имеет гораздо худший прогноз. Следующее – это ожирение. Что такое ожирение? Как понять, есть ожирение у человека или нет? Очень просто. Каждый может взять калькулятор или телефон и посчитать свой индекс массы тела. Индекс массы тела – это показатель, который считается как вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Вес в килограммах, например, 80 килограмм, деленный на рост. Если рост, например, метр восемьдесят, это будет один запятая восемь метров в квадрате. Получается цифра. Так вот, эта цифра не должна быть больше двадцати пяти. До двадцати пяти – это нормальный вес. С двадцати пяти до тридцати – это повышенный вес. А с тридцати начинается ожирение. Первой степени – 30-35, второй степени – 35-40, и после 40 – это третья степень ожирения. Их всего три. Так вот, ожирение, все, что больше тридцати, крайне опасно в плане прогноза развития сердечно-сосудистых катастроф. Следующее, я так штрихпунктирно говорю, потому что мы ограничены во время, это гиподинамия, чем страдает большинство населения городов. Гиподинамия. Мы мало двигаемся. Необходимо двигаться не меньше четырех раз в неделю, лучше на свежем воздухе, и длительность физической нагрузки, а это, положим, быстрый бег или плавание, должна быть не меньше сорока минут, а лучше час. Понимаете, да? То есть это достаточно серьезные физические упражнения, которые, ну, всем, так сказать, не всем достаточно просто выполнять эти рекомендации. И времени бывает не хватает. Совершенно верно, но к ним нужно стремиться. Сейчас доказано, что даже занятия в фитнесе, занятия в спортивных залах, да, что раньше не было доказано, имеют однозначный положительный прогноз на продолжительность жизни и здоровье наших людей. Ну, а вот как насчет дозировки, я имею в виду, спортивных упражнений? Вы сказали, не меньше двух раз в неделю по 40 минут, да, ну, а если каждый день по 10 минут? Нет, я сказал немножко по-другому. Я сказал не меньше четырех раз в день по 40 минут аэробанных нагрузок. То есть это либо быстрые ходения. В день или в неделю? В неделю. Четыре раза в неделю. Но даже два раза в неделю занятия фитнесом в течение часа дают уже положительный эффект в плане профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Ну, а вот насчет формулы, я просто помню, когда-то давно была такая формула, ну, такая, наверное, более простая, чем которую вы назвали, это рост минус 100, соответственно, 180, да, то 80 килограмм это нормально, да, примерно? Ну, приблизительно, да, но индекс массы тела это более четкий показатель. И главное, что у нас есть вот критерии, то, о чем я говорил, от 18 до 25 это норма. Это норма, причем вне зависимости от возраста. 25-30 это уже нужно подумать, чтобы лишние килограммы нужно сбрасывать. Это просто более четкая формула расчета лишнего веса. Ну, а какая-то, не знаю, генетическая предрасположенность к заболеванию сердечно-сосудистыми болезнями существует? Безусловно, безусловно. Значит, мы говорим о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям тогда, когда положим у родителей пациента, который попал к нам и которого мы обследуем, положим на предмет наличия у него, да, факторов риска, у родителей его в молодом возрасте были сосудистые катастрофы. А в молодом возрасте это у мужчин младше 60 лет, а у женщин младше 55 лет. Вот тогда мы говорим, что у этого пациента повышенный риск сердечно-сосудистых событий. А если у бабушки случился там инфаркт 78 лет, то никакой наследственной предрасположенности у нее нет. Спасибо. Давайте мы уже тогда закроем тему сердечно-сосудистых заболеваний. Перейдем к общему, так скажем, состоянию здоровья наших граждан. Речь, конечно, пойдет о диспансеризации населения, потому что на некоторых производствах, например, она проводится в обязательном порядке раз в год. Но это связано и с условиями труда, но и, может быть, понятно, с руководством, которое внимательно следит за здоровьем своих сотрудников. Ну, а те, кто не имеет таких работодателей, либо в свободном полете, что называется, пребывает, работает на удаленке, ну или как-то еще, как ему пройти диспансеризацию? Нужно вообще это делать? И как часто, если нужно? Значит, ну, нужно ответ совершенно очевидный. Да, конечно, нужно. Диспансеризация позволяет выявить те самые факторы риска развития заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, о которых мы говорили. Другого, более действенного метода раннего выявления маркеров развития у человека заболеваний нет. Значит, у нас в Щелковском районе диспансеризация проводится в девяти кабинетах и двух отделениях медицинской профилактики. Учреждения здравоохранения Московской области, естественно, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Мы имеем определенный целевой показатель проведения диспансеризации, который в 2017 году у нас запланировано провести 33 тысячи человек по программе диспансеризации определенных групп взрослого населения. И 17 тысяч человек по программе профилактические осмотры. На сегодняшний день данный план, эта работа идет у нас неплохо, данный план у нас выполнен на 85%. И 14 тысяч человек прошли профилактический осмотр, что составляет 82,8%. Значит, с 2017 года для привлечения населения прохождения диспансеризации в систему оповещения о необходимости прохождения диспансеризации и профосмотра включены страховые медицинские организации, которые приглашают граждан в наши лечебные учреждения для прохождения диспансеризации. Хотелось бы упомянуть важность таких исследований, которые входят в диспансеризацию, как прохождение маммографических исследований. Значит, женщинам после 39 лет необходимо проходить маммографические исследования раз в два года, а после 50 лет раз в год. И прохождение маммографических исследований позволяет, что очень важно, на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, соответственно, применяя щадящие методы лечения и получая абсолютно другой благоприятный прогноз для жизни. Сейчас выявлены онкологические заболевания на разных стадиях, но лечится практически 100% с благоприятным эффектом. Значит, другой важный момент – это прохождение флюорографических исследований. Флюорографические исследования важны как с точки зрения выявления на ранних стадиях такого заболевания, как туберкулез, так и выявления заболеваний дыхательной системы, в том числе и онкологических заболеваний, которым подходят те же самые правила, о которых я говорил недавно. Ну а вот если в процессе диспансеризации каких-то врачей прошел, каких-то не прошел, да, к кардиологу сходил, а флюорографию сделал, к офтальмологу сходил, а кого-то не успел или не смог, будет ли считаться такая диспансеризация пройденной? Ну, вы понимаете, это лучше, чем ничего, это лучше, чем ничего, но диспансеризация подразумевает под собой четко определенный перечень исследований, анализов и осмотров специалистов. Вот, поэтому только пройдя все вот эти вот этапы, да, можно сказать, что мы перекрываем определение основных факторов риска развития заболеваний. И если говорить, вот вы спросили, извините, я не ответил, как часто необходимо проходить диспансеризацию. Диспансеризация сейчас проводится раз в три года у нашего населения, но для определенных групп населения со следующего года она будет проводиться раз в два года. Спасибо, Дмитрий Павлович. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» главный врач Щелковской районной больницы номер 2 Дмитрий Семенцов. Это программа «Диалог». Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 567 1440 567 1450. У меня сегодня в гостях, напоминаю, главный врач Щелковской районной больницы номер 2 Дмитрий Семенцов. Еще раз добрый вечер, Дмитрий Павлович. Добрый вечер, Сергей Павлович. Мы первую половину программы говорили, так скажем, об общих проблемах, которые волнуют всех жителей нашего района. Вы давали какие-то полезные советы. Очень много интересного было, конечно, про профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а сейчас перейдем непосредственно к вашему медицинскому учреждению, нашей второй больнице районной. Какие проблемы существуют? Мы, естественно, следим за тем, как происходит и ремонт. О нем поговорим чуть позже. Но хотел бы начать вот с такого интересного прибора. Тоже мы неоднократно упоминали, что компьютерный томограф очень скоро войдет в строй, так скажем, заработает. Что это за прибор? Каковы его возможности? Как он будет помогать нашим жителям? Значит, ну, помещения под компьютерный томограф были закончены в этом году. В этом же году. И в этом же году компьютерный томограф был смонтирован в помещении Челковской районной больницы номер 2. Это самый современный аппарат, 64-срезовый, позволяющий диагностировать самую различную патологию. Как вы знаете, на базе нашей больницы расположен травматологический центр второго уровня. К нам привозят пациентов после дорожно-транспортных происшествий, других травм, нередко с черепно-мозговыми травмами, с внутренними кровотечениями. И, безусловно, компьютерная томография выводит, так сказать, диагностику таких пациентов совершенно на новый уровень, абсолютно на другой уровень. Значит, в больнице имеется 65-коечное хирургическое отделение. Пациенты попадают со сложной патологией. Без компьютерного томографа подчас поставить диагноз невозможно. Подчас поставить диагноз невозможно. Это же, так сказать, в полной мере относится и к пациентам, и других отделений, таких как урологическое отделение, онкологическое отделение, офтальмология, лор и так далее, и так далее. Многие пациенты на амбулаторном этапе нуждаются в проведении данного исследования для верификации диагноза. Значит, если говорить о сроках ввода в эксплуатацию, то я думаю, что в течение месяца мы закончим лицензирование помещения под компьютерный томограф, который проводится только после установки аппарата. И надеюсь, что через месяц жители Щелковского района смогут воспользоваться данным высокоточным, современным, высокотехнологичным оборудованием. Еще одно нововведение, которое было в этом году, еще два месяца ему не исполнилось. Я имею в виду то, что с 1 сентября по всей Московской области приняли новую форму записи к врачам. Ликвидированы были регистратуры в поликлиниках. Сейчас предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, который мы подготовили к этой дате. Ну а потом, наверное, скажете, какие небольшие, можно предварительные итоги провести. Давайте посмотрим. На встрече в районной администрации с руководителями общественных организаций Щелковского района и главными врачами медучреждений прозвучали новые правила записи пациентов в поликлиниках и больницах. Итак, с 1 сентября записаться на прием к врачу можно будет тремя способами. Первый – по телефонному звонку в колл-центр губернатора на номер 8800-550-5030. Информация о вашем звонке будет передана непосредственно в ваше лечебное учреждение. Второй – по интернету через портал Госуслуг Московской области. Вы получите информацию о дате и времени посещения врача. И, наконец, третий – через информационный терминал или так называемый «инфомат», который будет находиться в каждой больнице и поликлинике. Во всех трех случаях медицинские карты на руки больным выдаваться не будут. После записи их будут приносить прямо к лечащему врачу. Записаться на прием к врачам-специалистам можно напрямую, минуя консультацию у терапевта. Пока в списке – акушер-гинеколог, лор, офтальмолог, педиатр, уролог, хирург. В скором времени во второй Щелковской больнице добавятся онколог, невропатолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и проктолог. – Ну вот вся информация уже прозвучала о том, как записаться к врачу. Почти два месяца прошло. Можно какие-то итоги подвести? Сократились ли очереди, как пациенты относятся к нововведению? Вообще улучшилась ли обстановка в связи с новой формой записи? – Поначалу, как в сюжете прозвучало, были, безусловно, определенные вопросы к новой форме записи. В первую очередь они касались трудностей, которые были связаны с дозвоном в колл-центр губернатора. Исходно количество телефонных номеров было недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всех нуждающихся в записи. Впоследствии в каждом административном округе были созданы как бы почки колл-центра губернатора. В частности, в нашей поликлинике два оператора являются сотрудниками колл-центра, непосредственно принимают заявки. И с увеличением точек доступа колл-центра, естественно, дозвониться стало проще. Безусловным преимуществом электронной регистратуры является то, что все талоны ко всем специалистам находятся в свободном доступе. Тут исключен элемент субъективизма какого-то выбора врачом, кого я запишу, кого я не запишу, или запишу во вторую очередь. Все открыто, все видно. – Имеется в виду своих знакомых. – Знакомых, да, или еще. Ну, какие-то субъективные, так сказать, пристрастия, да, они абсолютно в данном случае, они исключены. Ко многим специалистам возможно запись без минуя терапевта, да. Если человек состоит на учете у специалистов, положим, лор, офтальмолог, педиатр, уролог, хирург, детский хирург или детский уролог, то запись к нему, возможно, напрямую. Сначала были, конечно, некоторые непонимания у пожилых пациентов, которые никогда не были связаны, положим, вот с интернетом и не имели, так сказать, возможности познакомиться с его работой. Но для этого находится в холле поликлиники, находятся информаты, и дежурный администратор вручную записывает пациента к тому специалисту, которому, так сказать, необходимо. Вот, и, конечно, много вопросов было по поводу оказания неотложной помощи. Вот пациент приходит в поликлинику, ему плохо, у него боли или еще что-то, какие-то симптомы, которые требуют, так скажем, немедленного осмотра его доктором, да, Запись здесь, так сказать, неразумна, вот, поэтому есть кабинеты неотложной помощи, где он непосредственно осматривается и записывается к тому специалисту, да, в ком есть на данный момент у него нужда. Сейчас я могу сказать, что если, когда только электронные регистратуры вводились и был отменен плановая запись к специалистам, да, через регистратуру, это, ну, наверное, ну, можно так сказать, вызывало некоторое опасение, да, у наших пациентов, как и любое новшество. Но сейчас вопросов становится все меньше, вот, мы отлаживаем нашу работу с нашей стороны, потому что вещи-то новые, естественно, какие-то моменты, так сказать, решаются в режиме реального времени, это тоже есть, так сказать, система сама совершенствуется. И я думаю, что все больше и больше пациентов убеждаются в ее, так сказать, целесообразности и удобстве. Еще одна проблема, которая касается вашей больницы, это, конечно, ремонт, который длится уже достаточно долгое время, продолжается до сих пор. Я вот, честно скажу, прошел сегодня буквально утром по территории, все вот так вот, все крутится, все работает, но заметны уже такие сдвиги. Мне очень понравилась, конечно, и облицовка фасадов панелями рядом, перинатальный центр современный, больница будет выглядеть, наверное, не хуже, когда все это закончится. Экологическая парковка для автомобилей, когда машины стоят вроде как на твердой поверхности, но при этом травка пробивается. Так, в общем, порадовало, потому что, я говорю, с лета не был там и очень сильно изменилось. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет совещания в районной администрации как раз по ремонту больниц в нашем районе, не только второй больницы, но и других, и поликлиник, и других медучреждений. Сразу оговорюсь, что это был конец июля, то есть прошло уже достаточно много времени, но, тем не менее, наверное, какие-то вопросы остались. Поэтому давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Осторожно, ремонт! В пяти щелковских больницах и поликлиниках завершены ремонтные работы. Они осуществлялись в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. На совещании в администрации подвели промежуточные итоги. Так, завершены работы в Щелковской и Монинской подстанциях скорой помощи, Медвежьей озерской амбулатории, участковой больницы села Трубино, а также в городской поликлинике номер 3. Однако, не везде ремонт проведен достаточно качественно. По некоторым объектам у главврачей к строителям ряд замечаний. Продолжается ремонт в районных больницах номер 1 и номер 2. В первой предполагается отремонтировать входную группу и регистратуру стационарного отделения. Однако работы так и не начались, и контракт со строителями пришлось расторнуть. Также запланирован ремонт в поликлинике. А вот замену кровли уже произвели. Во второй больнице завершен ремонт входной группы взрослой поликлиники. Ведутся работы в хирургическом отделении и детской поликлинике. В планах лороделение и урологическое. Проведение ремонтных работ будет и дальше держаться на самом тщательном контроле. Алексей Валов поручил ускорить темпы. Привуксовка в таком деле непростительна. Дмитрий Павлович, вот как раз на этом совещании, я помню, Алексей Васильевич Валов сказал, что давайте ускорим темпы, пока еще остались теплые денечки. Напоминаю, это был конец июля. Вот сейчас уже теплых денечков не осталось. Успеем все сделать до морозов или все-таки отложим до весны? Нет, ничего мы откладывать до весны не будем. Могу сказать, что наша больница попала в уникальную ситуацию. После достаточно длительного периода, когда капитальные ремонты в больнице не проводились, были выделены Минздравом Московской области значительные средства для проведения капитальных ремонтов. Причем в настоящее время капитальные ремонты проводятся во всех корпусах больницы, плюс благоустройство территории. Я могу сказать, что в хирургическом трехэтажном корпусе в настоящее время идет ремонт первого этажа, где располагалось приемное отделение, диагностические кабинеты. Планируется замена лифта, планируется приведение в порядок лещных пролетов и подвала. В лор-корпусе, который закрыт полностью, сейчас закрыт полностью, до окончания капитального ремонта, ранее в нем располагались офтальмологическое и лор-отделения, которое в настоящее время базируется в других корпусах, идет полный капитальный ремонт с заменой всех систем снабжения здания и крыши. В четырехэтажном корпусе сейчас идет ремонт урологического отделения, которое было в ужасном состоянии. Третье отделение уже практически на выходе, плюс планируется также замена лифтов и полный ремонт первого этажа, где располагается травпункт. Плюс к этому, как вы уже сказали, идет монтаж вентилируемых фасадов абсолютно на всех корпусах, и не только лечебных, но и хозяйственных на корпусе, по анатомии, на гаражах, плюс все корпуса, что само по себе является достаточно объемной работой. И плюс идет благоустройство территории, которое включает в себя асфальтирование всех дорог, расширение, замена мачт освещения, организация парковки, той, о которой вы говорили, большой экопарковки и плюс небольших карманов парковок у каждого корпуса, замена шлагбаумов, замена помещений охраны. То есть наша больница изменится, я могу сказать, изменится до неузнаваемости. И не только внешне, но и внутренне. Потому что, повторяю, те отделения, которые я перечислил, будут приведены в порядок, там будут размещены новые операционные. Это касается урологического отделения, соответствующие всем современным требованиям, предъявляемым к помещениям подобного рода. Поэтому я уверен, что жители Щелковского района будут с удовольствием приходить в нашу больницу и с не меньшим удовольствием покидать ее стены. Ну а вот профильность останется та же самая, да? Или может быть что-то добавится, что-то убавится? Нет, пока мы не планируем менять профили. Особенно это, так сказать, нецелесообразно делать во время проведения ремонта. Но я могу сказать, что ни один из имеющихся в больнице профилей не пострадает во время ремонта. То есть ни одной койки мы не сокращаем. Ни один профиль, по которому мы оказываем помощь жителям города, района Щелково, мы не меняем. Несмотря на то, что делать это достаточно сложно, определенная скученность, определенное неудобство для наших пациентов и медицинского персонала. За что я, так сказать, приношу им свои извинения. Ну и прошу определенного понимания, поскольку нам надо пережить этот период, чтобы потом находиться, работать и лечиться в комфортных современных условиях. Ну один профиль все-таки от вас ушел. Я имею в виду открытие перинатального центра, который, конечно, областного масштаба, но тем не менее и женская консультация, и родильное отделение переехали туда. И вопрос, наверное, который волнует многих наших жительниц, ваших пациенток. Хватит ли всем там места? Потому что, я понимаю, центр большой, но тем не менее со всей области туда приезжать будут. Да, построен современный перинатальный центр, который сейчас активно функционирует. Естественно, соблюдая логику, наверное, женская консультация ушла в перинатальный центр и стала его структурным подразделением. Практически все наши сотрудники перешли в перинатальный центр. Естественно, места там хватит всем. Я хотел бы сказать, наверное, сейчас о определенных трудностях, с которыми столкнулись мы и столкнулись пациентки, которые были прикреплены к женской консультации. Трудности эти были связаны с тем, что медицинская документация, карточки, которые мы заводили на пациенток, они не могут быть, оригиналы их не могут быть переданы другому лечебному учреждению по закону. То есть они не действительно становятся? Нет, мы их просто не можем передать по закону, поскольку это является достопримечательной документацией. Совершенно верно. Но с другой стороны, естественно, вся та информация, которая хранится в медицинской документации, она должна быть доступна для, собственно говоря, пациенток, которые перешли в женскую консультацию перинатального центра. Поэтому сейчас принято решение, которое позволяет по заявлению пациентки с копией паспорта делать ей заверенную ксерокопию медицинской документации и отдавать ей ее в руки. Вопрос этот решен. Повторяю, был небольшой промежуток, когда мы переезжали. Ну, так сказать, несколько пациенток. У нас, так скажем, была некоторая задержка с выдачей медицинской документации. Сейчас эта проблема решена. Да, ну, в принципе, наверное, это и не так сложно, потому что, ну, наверное, похожа ситуация, когда из детской поликлиники переводишься во взрослую, но сперва в подростковую, да? Все равно карты заводятся новые, но все равно история болезни и хотя бы какие-то основные вехи переписываются. Абсолютно точно. На таком же уровне, да, это происходит? Абсолютно точно, да. Ну, еще, вот, наверное, тоже больной или, как сказать, болезненный вопрос. Это, конечно, и в репортаже это прозвучало, который был посвящен новой записи на прием, о том, что со временем добавятся у вас в больнице еще другие врачи и специалисты, поэтому хотелось бы спросить, вот как сейчас стоит обеспеченность кадрами и у вас непосредственно в учреждении, но и, наверное, в целом по районе вы тоже ситуацией влазеете. Кого не хватает? Кого не хватает? Значит, в первую очередь есть определенные группы специалистов, которые нам не хватает. В первую очередь нам мы испытываем недостаток в участковых терапевтах и педиатрах. Соответственно, доктора, которые у нас работают, работают с достаточно большой нагрузкой, перекрывая, так сказать, всю потребность в данных специалистах. Это первое. Мы испытываем недостаток в некоторых узких специалистах. В частности, это, ну, положим, детские специалисты, детский кардиолог, детский, вот, арино-леринголог и так далее. Значит, все потребности мы испытываем определенный недостаток в квалифицированных специалистах-диагностах. Диагностах. Это ультразвуковая диагностика, это энскопическая диагностика. Но вот прибор, компьютерный томограф, наверное, поможет? Или... Прибор, прибор, это прибор, а мы сейчас говорим о специалистах. Вот. Сейчас у нас, да, у нас высококлассная заведующая кабинетом компьютерной томографии, поэтому исследования будут проходить на высоком уровне, но все равно привлечение квалифицированных специалистов, одна заведующая, она не сможет, да, справляться с полным объемом работы. Поэтому проблема кадров, она существует у нас так же, как и в Московской области. В Московской области. Надо сказать, что помощь в привлечении кадров, большую помощь оказывает нам администрация Щелковского района. Значит, помощь эта выражается в том, что специалисты, в котором мы заинтересованы, может претендовать на представление ему служебного жилья. Мы ходатайствуем перед администрацией Щелковского района, перед Алексеем Васильевичем Валовым. Вот. Такие вопросы рассматриваются, и специалисты обеспечиваются служебным жильем. Второй путь решения, значит, данной проблемы – это социальная ипотека. Это инициатива Минздрава Московской области. Вот. Человек также из других регионов, да, обязательно только, так сказать, обязательным условием является то, что он не может быть жителем Московской области. Вот. Получает квартиру по ипотеке, выплачивая в течение длительного времени, только проценты с того капитала, за который покупается квартира. А сами, саму сумму основную выплачивает Минздрав Московской области. То есть это тоже достаточно существенное такое, существенное подспорье. Вот. Также помогает нам заключение договоров на целевое обучение в вузах. То есть больница заключает договор, по которому мы выплачиваем студенту определенную стипендию, которая должна быть не менее 3000 рублей в месяц, не менее, больше может быть, меньше быть не может. Соответственно, после окончания вуза такой выпускник должен отработать определенное количество лет в заведении, с которым он заключил договор. То же правило распространяется и на целевую ординатуру, то есть уже на определенную специализацию, которую получает выпускник медицинского вуза, также с перспективой последующей работы у нас. Такая работа ведется, но кадровые вопросы, вопросы сложные, вопросы сложные, поэтому мы уделяем и планируем уделять первостепенное значение. Ну и, наверное, надо добавить, что вот как раз то служебное жилье, о котором вы говорили, да, оно предоставляется не на время работы, а на определенный срок работы, да, рано или поздно, естественно, оно может перейти в собственность. Да, безусловно, безусловно. Большое спасибо вам, Дмитрий Павлович, за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, очень интересный разговор получился. Много нового узнал, конечно, тоже про сердечно-сосудистые заболевания я имею в виду. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был главный врач Щелковской районной больницы номер 2 Дмитрий Семенцов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова